Всем привет! С вами Талий Мичуковский и мы снова что-то делаем в фотошопе. И сегодня я хочу рассказать о том, как можно сделать очень интересную тень в фотошопе. Все вы конечно же знаете, что в фотошопе по умолчанию у каждого слоя есть такой спецэффект, как тень. Не так давно фотошоп нам подарил возможность использовать не одну тень, а несколько. Именно об этом я сегодня хочу рассказать. Потому что не всегда стандартная тень по умолчанию дает нам тот результат, который мы хотим. Поэтому давайте посмотрим, как это можно сделать. Итак, у меня есть очень простой документ. Здесь есть просто цветной фон и просто текст для того, чтобы показать сам принцип и то, о чем я буду сегодня говорить. Итак, если мы кликнем правой кнопочкой по слою, нажмем на команду параметры наложения, то здесь бывает знакомая палитричка многим стиль слой и здесь есть пункт тень. Если мы просто включим, посмотрим на тень и самый классный прикол, если вы просто наведете и вот так вот поводите мышкой, то тень можно расположить где угодно. Мы можем выбрать тень, но как видите, она достаточно простая. Для того, чтобы получить крутой эффект, ее, скажем так, недостаточно. Поэтому давайте выберем вот такой вариант тени. Пускай непрозрачность будет небольшая, галочку глобального освещения я убираю и нажимаю на плюсик добавить еще одну тень. И как мы видим, тень стала еще круче. Подрегулируем смещение. Можем чуть-чуть уменьшить размах и, как мы видим, стало гораздо круче. То есть у нас появилось более глубокие очертания элемента. Мы можем давать еще одну тень. Сместим ее еще ближе к самому тексту, чтобы получить вот такой вот четкий контур вокруг текста. Вот такое вот контурное освещение добавим. Немножко снизим непрозрачность. Вот таким образом. И таких теней мы можем, собственно говоря, поставить 10. Таким образом, у нас есть возможность управлять каждой отдельной тенью. Также можем их в разные стороны направлять, если нам это необходимо. К примеру, возьмем самую нижнюю тень и можем ее сместить, допустим, вот сюда. И таким образом у нас будет одна тень в одну сторону, вторую тень мы сместим в другую сторону. И получим тень от двух источников освещения. Такое возможно может от трех и четырех. Таким образом, мы можем играться, как мы захотим. И это на самом деле очень круто. Круто, что разработчики в компании Photoshop дают нам такую возможность. Ведь раньше ее не было. Давайте оставим так. Согласитесь, такой вариант тени гораздо более интересный. Наш текст очень отчетливо отделяется заднего фона. У нас есть четкий контур нашего текста, есть падающий тень. И также можно добавить еще несколько теней при необходимости для того, чтобы продемонстрировать несколько источников освещения. И это круто. Это поможет вам в ваших работах по веб-дизайну, по графическому дизайну, да просто в оформлении фотографий, если захотите добавить до своего логотипа, чтобы он эффектно смотрелся. Это очень просто. Но не все, к сожалению, знают об этой технике. И более вам скажу, что в большей части тех видеоуроков, которые я успел посмотреть, да, я слежу за тем, что такие люди выкладывают, чтобы быть в курсе, чему же учат и о чем не договаривают. Я заметил простую вещь, что никто не говорит о том, что, ну точнее, никто, большинство не говорит о том, что есть несколько вариаций теней, что с ними можно работать по-разному. Все привыкли к стандартным. Одна тень, одна обводка. И их используют. Говорят, вот смотрите, как круто. А если хотите другую крутую тень, то для этого мы продублируем слой, там, преобразуем его в какие, в этот, вранстер, размоем и так далее. То есть куча, куча, куча шагов, которые в целом на сегодняшний день уже не нужны. Это такое маленькое опознавательное видео из серии, а давайте что-то сделаем за одну минуту и посмотрим какую-то прикольную фишку. Надеюсь, это видео вам будет полезно, было интересно и вы будете использовать технику нескольких теней. Поэтому, если это так, ставьте лайк, пишите в комментарии и смотрите видео на канале. Там их очень много и скоро появятся новые. С вами был Италий Менчуковский. Встретимся в следующих видео. Всем пока!